Я очень извиняюсь, вот почему я не люблю выходить в прямой эфир, потому что вот такие у вас всегда проблемы. Сколько интернета у нас, сколько, и все равно толку нет. Я очень извиняюсь, очень извиняюсь, это не моя вина. Придется каждый день снимать вам видео. Вот и хотела бы вас спросить, какие видео вам больше нравятся? Я смотрю, что просмотры упали, Светлана не каждый день не выставляет видео, а и просмотры упали, наверное, неинтересно уже, не знаю. И вот даже думаю, некоторым нравится моя семья, мой быт. Говорит, хватит вам показывать этот город Мерсин, пляжи и магазины, у нас тоже есть. Покажите вы нам ваш быт. Когда показываю быт, что я готовлю? Что я выпила? Что я погладила? Что я помыла? Некоторые пишут. Покажите нам город. Нам надоело смотреть то, что вы кушаете и пьете. Ну скажите, как трудно быть блогером, боже ты мой! Вы не представляете, как трудно быть. Вот нет, вам по ту сторону экрана легко. А нам, у нас жизнь настолько изменилась. Я без телефона вообще уже не могу существовать. Я больная, потому что я постоянно хочу что-то снять. Потому что если я не сниму, то вы ничего не увидите. И просмотры увеличатся, и тогда надо будет закрывать канал YouTube. У нас нет ни одного нормального дня, где мы бы пошли, оставили телефон дома. Или даже вот идешь, допустим, вечером с мужем, и тут с телефоном. Конечно, ему иногда не нравится, хочется расслабиться, да? Понимаете же меня? А я, ты, говорит, вышла из-за того, чтобы снять. Ну, иногда злится, но потом сразу проходит у него злость. И очень тяжело нам жить. Вы не представляете, как нам тяжело. Некоторые даже сказали, что у меня накрученные подписчики. Ну, не накрученные. Я даже не знаю, что это такое, во-первых, и как их покупать, или как это накрутить. Крутите их, приходите. Ну, как можно привлечь человека, если ты ему неинтересна? Да, вначале я не скрываю от всех блогеры, поддерживаю друг друга. Они меня посмотрят, я их посмотрю и так до монетизации. Потом уже все, все исчезают. Все те, с кем я шла, по пальцам остались. По пальцам смотрят меня, потому что нет времени зайти к ним, посмотреть. И у тебя другое остается. Тебе другая цель, чтобы заинтересовать подписчика, что он будет приходить на твои видео, смотреть, ждать тебя, почувствовать себя своей семьей. Вы не представляете, какой у нас трудный путь. А глаза портятся. Я, например, не умею делать на компьютере. Я все делаю в телефоне. А это же постоянное тырканье. И мозги устают. Мозги. Так что вы не злитесь на нас, когда мы снимаем, и вам что-то не нравится. Вы не представляете, насколько это большой труд. Не каждый это выдержит. Я восхищаюсь теми людьми, кто на протяжении долгих лет набирает подписчиков и не сворачивает. Есть же такие, да? Разозлятся, исчезают. Потом опять появляются, разозлятся, исчезают. Я не из таких. Я не буду злиться. Я буду работать. Я буду с вами. Потому что, когда я с вами разговариваю через камеру, мне легче очень. Это моё общение с внешним миром. Здесь, естественно, в Турции у меня нет такого общения, как я была бы сейчас в Грузии, в своём городе. Кругом знакомые, с которыми я выросла. Прожила всю жизнь свою. Есть о чём-то поговорить. Знаешь историю каждого. Но здесь я даже не заморачиваюсь, здесь соседи не общаются настолько так. И там тоже мне некогда было, я работала, да? Но там-то я знала всех вокруг, я знала почти весь город. У нас не такой большой в Атуми город. И скучно не было. А здесь, конечно, нет такого общения. Поэтому мы, блогеры, начинаем свой блог вести из-за того, что у нас не хватает общения. И как-то себя хотим реализовать по-новому. Ведь мы, когда приезжаем сюда, мы начинаем жизнь с нуля, вы понимаете? С нуля. У нас, у некоторых, это единственный заработок. У некоторых. Ну, конечно, хоть какие-то копейки. У некоторых, конечно, и хорошо зарабатывать. Но, не знаю, там надо иметь столько подписчиков, и всё. Некоторые люди как-то ради этих копеечек, чтобы свою заработать. Я тоже так же начинала, да? Хоть как-то приятно, что я уже могу, допустим, как-то, как-то оттуда. Когда деньги идут из разных источников, это просто классно. Почему мы должны не хотеть заработать за YouTube, за видео? Почему? Мы сидим, мы снимаем, мы тратим свою энергию, мы портим своё зрение. Мы столько времени уделяем YouTube. И почему кто-то из вас должен обижаться, что мы ради пиара, ради денег вытворяем чёрт знает что? И мы не должны ценить свой труд. Если мы не оценим свой труд, то никто не оценит нас. Даже вчера я включила, или позавчера, YouTube мне дал подтверждение такой функции, суперчат. Они прислали мне письмо, вы, говорит, можете подключить. Я думаю, что это такое? Что это такое? Я зашла, почитала всё. И я просто, говорит, включить. Это что такое? Я тест прошла. Потом ознакомилась с инструкцией и разобралась, что это такое. Это знаете что? Вот если я, допустим, сейчас, я не знаю, тут есть такая возможность, вот вы видите? Я вроде бы вижу ваши пустые пока сообщения. Суперчата я тут не вижу. Они, те, которые люди... А, вот внизу, поддержать автора канала Светлана Ата. Вот тут доллар, всё понятно. Если вы на него нажмёте, суперстикер и суперчат. И если вы... Вот сейчас я открою. Вот смотрите, тут есть от... Просто интересно. Здесь есть, начинается от 10 теле. 10 теле это вообще копейки. Ашкин, бананы суперчаточные пара Казан Май. И вот внизу, ну кто-то, допустим, хочет поддержать там, да? Есть же такие люди. Для кого этот? И могут отправить. Здесь есть какая хотите сумма. Посмотрите, до 500 теле, 3 тысячи, даже начинается с 10 теле. С 10 лир. Вот что такое суперчат. И я это прикреплю. Ваше сообщение будет у меня закреплено. Все будут на вас смотреть. Какой-то стикер. И вот, видите, такую функцию мне подключили. Если бы у меня были накрученные подписчики, мне бы не подключили. Правильно? Они же так не будут всем подряд подключать. А сейчас давайте все понятно, разобрались. Видишь? Ну, ты где-то, ну? Ашкин, бенедьёрум шимди. Бана паралы месич ачты. Бурада ким истечек бизэ гендер мек паралы. Бурада бешбель бина када гуачты. Скоро у меня будет 11 тысяч. 10 подписчиков осталось. Давайте новенькие, кто зашел на мой канал, подпишитесь. 10 тысяч, 10 человек не хватает, и будет 11. Он бин кишили кула джак бирасора. Спасибо, Ашкин. Он бин? Абонели. Красивая пара. Спасибо. Гюзельсин с Диорной. Так, мои дорогие, сейчас почитаем вам что-нибудь. И посмотрим. Извините еще раз, что у нас так не получилось. В Мерсине много проживает русскоязычное население. Общаетесь ли вы с ними? Как проводите время с ними? Собираетесь ли вместе? Мои дорогие, у нас, конечно, есть в Мерсине очень много... Мои дорогие, во-первых, был Лагдан. Во-вторых, русскоязычный есть, конечно. Есть у нас районы такие, Томюк, Эрдемли, Теджэ. Их там очень много. Мезетли тоже есть, но это те в основном люди, которые... Те люди, которые замуж выходят, да? Ну, редко кто здесь покупает. Акуя, Нюклер Сантраль. А, там есть, говорит, Вакуя. Айлилер, Услар, чок колоба. Вы в курсе, что у нас в Мерсине атомную электростанцию делают? И там, естественно, городок русскоязычный. Там очень много русскоязычных. Там и уже, наверное, какие-то группы есть. Мы на улице, где-то несколько километров. Какая? Силифке. Какая-то, 2-2 часа. Ярм саат, да. Ярм саат, аж, как мне, ярм саат сэн, кискалис. А, араван, ау-ра, ау-ра, полчаса. А, ааа, уеха, аж идти, 5 дакиста. А, нет, уеха, уеха идти, чтобы, 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 чтобы... Ярдемли, Pardon, Силифке. Силифке, Мерси. короче час половина неправда до двух часов наверное я на маршрут ну на маршрутке на автобусе не знаю и вот мы и я знаю что там есть какие-то группы вот в фейсбуке и девочки встречаются с друг с другом но вы знаете что сейчас у каждого например у моего мужа страх какой-то да и с этой короной я ему не разрешаю делать прививку не разрешаю и он говорит тогда ты сиди все дома но не то что там сейчас привязанная на цепи с ним общаться но вот такие места он мне просит не надо ходить но как если он и ради меня не сделает прививку то почему я не должна пойти навстречу и мы так общаюсь а онлайн в третьих у меня физически нету времени у меня настолько сейчас график сложный я не хочу повторяться чем я занимаюсь в основном вы уже видите из моих видео но мне пока на развлечение нету времени почему потому что мне есть цели на лето планы я должна их исполнить ему это пока исполнить а сурнэба айпану по грузински говорю а георджу я гидиру склону шьёру вообще вот такие вот дела мои дорогие а знаете что что я хочу сказать что лучшая подружка это муж есть очень много знакомых все но я так убеждаюсь меня в жизни столько было подруг много было знакомых естественно когда ты замуж выходишь то все это как-то забывается может не забывается когда-то потом при общении вспоминаемые но сейчас мы друг мы подружка мы брат и сестра он не папа он не мама он не все иногда вот когда мне допустим плохо я такая разозлилась побегу его кушу он мне все дает все терпит лишь бы я была спокойной с ее румсами аж кэм аж кэм аж кэм а учу йоги посмотрите где я делаю где он он вообще аж кэм боли ляде аж кэм болешнде мы один раз делаем с ним йогу очень жарко будет очень жарко я все никак не могу вам заснять йогу почему во первых я встаю по начало 7 если вы видели вот так вот я открываю глаза но я иду и на йогу и выполняю все это такой кафе я просто не могу йога и асисы бен и я помьёру на салилка качая пьёром соли санна санна ханги йога бен июр что я спросила какая йога ему нравится ему нравится голая йога голая йога ему очень нравится она проходит у нас по пятницам и не йога самая хорошая йога почему короче говоря он сейчас не будем же рассказывать о все понимаете сами девочки мальчики что я хотела вам сказать во первых в этой эту йогу надо быть делать ноги шо но у нас не позволяет например да он там спит я тут что хочу делаю и естественно потом он тоже как не надо заглядывает встает знает что в этот день я делаю йогу очень у нас романтика это йога внесла вкус в жизни поменяла я говорю вам серьезно да вы заплатите какие-то сейчас денежки это не так много но это того стоит вы возродитесь вы станете рано просыпаться даже можете не за по моей ссылке заходите они то что у нас наставлю просто когда если зайдете по моей ссылке реферальной у вас скидка на 30 процентов не хотите пожалуйста набирайте в инстаграме катя гуру из пишите директ и она скажет научит как вступить в клуб лучшей жизни это действительно классный бог с ней с моей ссылкой я просто хочу что вы занялись этим когда-то в жизни надо что-то за что-то платить в жизни бесплатно не бывает когда ты вот я в очень многих астрологов слушай они говорят вот то что вы все хотите бесплатно то что вы не цените труд труд других то что вы хотите все на халяву скачанные файлы я сама была раньше такая сама я не говорю со музыку бесплатную программу бесплатную все бесплатно вот поэтому у вас такой вот такой у вас все и состояние души как только вы начнете делать какие-то мелкие шаги у вас начнет все меняться понимаете повышать надо ранку своего поэтому говорю я тоже раньше думала почему я должна делать платно если в ю тубе столько занятий йоги я могу бесплатно делать и что это это во первых не серьезно иногда и не хочется иногда ленишься а тут ты знаешь что ты заплатила что в 6 30 у тебя йога если не сможете делайте по записи и катя такая она на связи у нее группа девочек 50 человек у нее работает они на все смс на каждый комментарий все отвечают там какие-то марафоны еще другие присоединяйтесь я вам серьезно говорю я во первых стала сидеть в позе лотоса я стала я еще я уже стопе и вешу 59 с половиной сегодня у меня 60 килограмм было пару неделю это был для меня вес вообще целая неделя у меня было пир 60 60 60 и сегодня вдруг так я встала на весы 59 500 этот уже у меня значит ступень моя я и как замок я раскрыла хотя я сейчас не худею я кушал бедашка миру чё к юру я говорю много кушаю нет я здесь сто процентов говорите что вы нашли друг друга да мы нашли друг друга это и действительно так извините мои дорогие за это такой ужасный ужасный эфир наверное мне нужно выключить потому что я вас раздражаю уже что мы там рассказывали насчет насчет голой йоги да как мои волосики под раз подрастают я так смотрю классно вот еще чуть-чуть и у меня будет каре каре когда когда вот это вот часть отрастет потом я вот так отрежу еще раз отрежу вот так вот так отрежу я вчера смотрела надо как-то потерпеть час в роли менее все будет отлично я видите с вами советуюсь обо всем извините пожалуйста за этот интернет но мой муж говорит что проблема в том что все сегодня воскресенье сидят дома и смотрят телевизор интернет так что я вас призываю найдите йогу где хотите и занимайтесь начинайте заниматься какая разница у нас возрасте у нас возрасте никакой разницы нет я там его почти на год почти на год старше вечером мы укрываемся одеялом теплым к вечеру на знаете как дует ну что сегодня уже по моему вы начало теплеть ну что там насчет маникюра вернемся к теме кто за то что летом красить яркий вот такой получился обед красивый а это суп из зеленой чечевицы это салат а это отварная грудка для меня и и это для меня мой суп грудка салата это эндеру